Время знаете сколько? 6.12. Я проснулась в полпятого. Я проснулась в полпятого, потому что, потому что я собираю вещи. Все, мы едем. Воспуск. Есть. Я этого дождалась. Тут. Здесь. Там. Нет, она с нами не едет. Здесь. Короче, вещи везде. Ну, потихоньку собираемся. Что я там говорила по поводу чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Все, короче, это катастрофа. Я пытаюсь все это собрать в один чемодан. Это ужас. Все, готово. Я готова. Альберт завтракает. И отправляемся. Готовность номер один. Погнали. Так-то он весит, конечно, немало вообще. Для тебя как раз. Такси вызываем. Погнали. На дорожку посидеть обязательно. Все, через 3 минуты у нас такси подъезжает. На автостанцию. С утра. 10.20. Угу. Погнали. Все, в отпуск. Дай 5. Может, нельзя ходить? Вон, на подыконнике. Давай бегом такси уже едет. 3 минуты стоит и уходит, и уезжает. Кучка. Нет, там долго. Это платное ожидание. Платное ожидание? Все, на выход. Да, да, спускайся. Тяжело не могу. Уже написано было. Вон оно. Улыбнись. 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 С первым июня, кстати, с Днем защиты детей. Держи. Ничего, что ты говоришь, у мальчика растут уже усы и борода. Кто самые счастливые люди сегодня? Мы. Мы. Потому что мы уже в отпуске. Опа, два. Ой, прям над головой прилетело. Альберт восторгается все-таки Екатеринбургом. Мне нравится ему этот город. Мне тоже нравится. Красивый город, вот как ни крути. Даже, считай, вот привокзальная площадь. Нашего поезда на Топло еще нет. На Топло. Ближайший тут 10.37, а у нас 11.43. Так что мы сейчас спокойно зайдем, сядем, покушаем. Я ела, считай, в полшестого утра, а время уже полдесятого. Поэтому я хочу есть. Я, наверное, здесь особо снимать не буду. Потому что я здесь каждый год снимаю. Каждый год. Что же мы выповещали? И этот пенино убрали, да? В том году. А, в позапрошлом он, да, молодой человек здесь сидел, играл. Люстры такие, конечно. Представляете, мыть вот эти люстры? Интересно, их моют, нет? Нет. Ладно, мы идем в зал ожидания. Мы решили в детском зале сидеть. День защиты детей сегодня. И здесь на вокзале проходят всякие волонтерские мероприятия. Для детей мероприятия. Здесь для взрослых показания первой медицинской помощи. И ЕМ. Самое главное, чтобы это было закатывание, это не настолько страшная вещь. И самый единственный, последний, эффективный метод, чтобы, например, бороться с ним, это мы берем ребенка, запретим ему немного голову и производим искусственную вентиляцию легких. Это то есть мы уже взялись и провентилировали ему легкие пять раз. Если разбирать, например, более сложные жизненные ситуации, можете попробовать сделать ему сердечно-легочную реанимацию. У нас есть что вот ребеночек, что вот ребеночек. Сердечно-легочная реанимация – это довольно важный комплекс, который было бы очень замечательно, если бы знал карт. Детей, то есть для вот таких вот детей, она происходит специфичным методом, что первое, что мы всегда в ней делаем, это для детей, в особенности для детей, это в первую очередь, что мы делаем, это искусственная вентиляция. Так как это очень похоже у нас за окатами, для этого делаем перепроков. В этом случае, так же, как и здесь, мы ребенку должны запрокинуть голову, вот положили на ровную поверхность. Если бы это были взрослые, мы бы уже на голову кричатись, это у нас дети, мы можем их еще на стол, нам хватит. Мы закидываем ему головку, после чего охватываем как... Там адресуют дети нетрадиционной техники. Интересно, хорошо. Молодцы, конечно. Краски, говорят, живут своей жизнью. Один большой минус вот этой зоны детской, то, что здесь дети постоянно кричат. Но меня это не напрягает. У нас через 40 минут уже поезд. Как-то мы удачно сегодня приехали, вообще долго не сидим здесь. Я тут подсела на вот эти орешки. Вообще вкусные они, прям обалденные. Но сыр получается, сметана, зелень, бекон и васаби. Мне больше всего нравится васаби. Вообще вкусные. Сидим, ждем. У нас получается поезд прибывает без 5.11, время без 20. Но самое интересное, что на табло еще даже не написано, на какой путь. Поезд называется Нижневартовск-Пенза. Ну, ждем. Когда ребенок увидел гаджет. Сразу интересно стало. Что ты хочешь посмотреть? Все. Все возможности этого планшета. Для глухонемых. Кому нужен. Пойдем. Седьмой. О, седьмой? Отлично. Все, пошли. Мы идем на седьмой путь. Кто спускает чемодан? Суефа. Какая суефа, блин, а? Все. Давай, ты же мужик у нас дома. У меня руки заняты. Твои руки могу освободить я. Он не хочет чемодан носить. Он хочет, чтобы я его носила. На отпуск его я повезла и чемодан еще я должна возить, да? Давай, пошли. Пошли. У меня чуть этот не ушел. Ты карман быстрее упал. Я пошла. Замечательно. Ой, я потеряла сына. Где-то у меня. Я здесь. У меня такое вооружение лица было сейчас. Нам туда, в ту сторону. Вот как раз наш следующий. Тринадцатый. Тринадцатый. Мой любимый номер. Тринадцатый вагон. Ура! Мы едем! Ура! Я готова заорать вообще на всю. На весь железнодорожный вокзал. Насколько я счастлива. Мы в вагоне. Вон там солдатиков забирают в армию. Блин, Артема будут забирать, я буду плакать. Хнык, не хочу. Мне надо вот с тобой стоять рядом. Витя в нос дам, брат. Короче, я уже сейчас рада тому, что мы обратно взяли купе. Ладно, пофига. Я все равно спать буду. Сейчас заправлю кровать тебе. Я буду спать. Ага, сейчас остаться, наверное. Ну да, старенький такой вагон. Очень старенький. Все, ура! Путешествие начинается. Через Челябинск. Немножко это. Здравствуй, Доширак. Так мы едем, да? Так мы едем, да? Так и мы. В Самаре 5-90. Целый час в Самаре. Ну сейчас 10 лет. Нам еще вот столько ехать, 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 ехать. Пойдем погуляем. Пойдем, поднимемся. Опять будем догонять, как в Кирове. Да не, он приходит. Тепло. А в Самаре плюс 30 час, кстати. Да? Тепло здесь, кстати. Ну, Челябинский южный город. Плюс 18 это. Ну, все равно чувствуется, что тепло, да? Вот тут стешу нашли. Хеллося. Котика. Это стекло просто, да? Кружка здоровья. Привет из Челябинска. Пойдем, говорю, внутрь. Делом займемся. Семки щелкать будем. А то здесь нет, сплю и сплю целый день. Я реально отсыпаюсь вообще. Ем, сплю, ем, сплю. Уже глаза узкие, как у китайца. Пойдем делом заниматься. Семки щелкать. Да, да, да. Крэзи фрог. Да. Лягухи. Из инкаря. Наверное. Не знаю. Из янтаря, наверное, не знаю. Тарелки. Я, кстати, забыла заснять наш вагон. Хе-хе-хе. 13-й. Танца с таким интересным названием Талкаль. Нам осталось буквально полтора часа. А мы в Самаре. Хе-хе-хе. Вообще, мне за эти сутки, вчера только за день я 4 раза спала по несколько часов. Ночью я все спала. Сегодня утром устала. После полтора бутерства забегла снова спать. Мне больше не буду. Скоро уже приедет. Я все кривая. У меня даже нос кривой. Все кривая. Я, кстати, сейчас внимание обратила. Вот этот вариант более такой новый. Гравировка такая прям четкая вообще. А этот уже вытертый со временем. Прям старый. Видно, что старый. Только что увидела. Этот, конечно, красивее. Здесь ОАО, ФПК. Здесь ОАО. Ну да. Этот красивее. Как ни крути. Люблю эти кружки. Держит говорит, что пушка грязная. Не снимай. Мне кажется, я долго в себя еще приходить буду. Вообще долго. Самое главное сделать умный вид. Ну, что ты тут начеркался уже? Два слова. Уже перепутал, да? Да. Первый раз за 15 лет вижу, что Больверт гадал кроссворды. Самый легкий вариант. Готовность номер один на выход. Да? Я первый раз решила выйти. Одна из первых. Что за 20 минут до прибытия поезда, мы решили выйти с Картам. Больвер прячется. Больвер прячется. Да, реально. И не хочется сниматься. Мы сейчас в первом дело не дышим. Ура, мы приехали. Чувствуется, что здесь не жарко. Ой, не жарко, наоборот. Не прохладно. Очень даже жарко. Хорошо. Нас привезли на 11-й путь. Поэтому нам сейчас надо будет подниматься наверх. Переходить. Но мы никуда не торопимся. Смотри, какой поезд. Ташкент, Самара. Зелененький. Я на таком ни разу не ездила. Хочу борщ, и иду в вилку. Нет, борщ не хочу. Мы сейчас все, что хотим, мы хотим в душ. О, правильно. Давай, давай. Что, сил не хватает подтолкнуть? Хорошо. Вот солнце... Мы вышли, солнце пекло прям. Чувствовалось духота. Сейчас солнышко взошло. И так хорошо так. Господи, как хорошо ты ела майку. Они в костюме полностью. Альберт идет, ворчит. Мы сейчас спросили на ЖЗ-вокзале, сколько такси-то моя глинка. Полторы тысячи минимум, говорит. Яндекс, набираем 818 рублей. Чувствуете разницу? Наглые. Тротист, тебе в карман больше тысячи кладет. Ну да, наглость, второе счастье, говорят. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Еще чуть-чуть и мою цель. И будет в теплый этап.